Библейский портал экзегет.ру представляет Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую здесь в актовом зале Срединской семинарии, собравшихся для чтения и изучения Псалтыри, и поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот праздник был для священномущенника Иллариона Троицкого началом спасения человечества, потому что с дня Боговоплощения, а отчитывается этот день как раз от принятия Пресвятой Девой вести от Архангела Гавриила, собственно, изменилась человеческая история. Начался иной отсчет времени. Потом произошло Рождество, потом Крещение, потом Преображение Господне, вход в Иерусалим и, наконец, Пасха. Вот, собственно, с момента Благовещения по священномущеннику Илариону Троицкому промысел Божий благоизволил спасти человеческий род. Ну, сегодня мы также совершаем память интернизации Освятителя Тихона, Патриарха Московского. Вот, и тоже с этим событием поздравляю. И в Греции, насколько мне изменяет память, сегодня День независимости, потому что на Благовещении в XIX веке, собственно, и поднялось восстание под предводительством одного из митрополитов Пелопонесского полуострова. И вот, собственно, в День Благовещения борцы за веру, греческие христиане, и начали свои действия за освобождение греческой земли от турецкой оккупации. Ну, тема нашей сегодняшней встречи иная. Вот, мы с вами переходим к Псалтири. Итак, Псалом 34, он входит в состав пятой кофизмы православного богослужебного употребления Псалтири. Наши видеолекции, если кто не знает, можно посмотреть на портале exeged.ru, а снимаются они в Срединской духовной семинарии. 34-й Псалом. В нем описывается невинно гонимый человек, который молит Господа встать на защиту и наказать притеснителей. Притеснителей, которые вместо взаимной дружбы воздают неблагодарностью, клеветой, злорадством, насмешками. За это он всенародно обещает прославить Бога и прославлять всю оставшуюся жизнь. Эти мысли в различных выражениях повторяются в Псалме три раза. И таким образом, Псалом многими современными исследователями разделяется на три части. Данный Псалом – это молитва о том, чтобы Господь без промедления вмешался и защитил своего слугу, чтобы его праведное дело исполнилось, и враги были уничтожены. С другой стороны, этот Псалом – это также описание злобы и неблагодарности врагов, которые ранее получали знаки сочувствия и любви от автора, а теперь они его преследуют без всякой на то причины. И, наконец, третье – этот Псалом – это обещание прославить Господа в собрании верных, что говорит нам о том, что этот Псалом, он исполнялся за общественным богослужением в Иерусалимском храме. Движение этих мыслей по кругу соответствует глубоким переживаниям сердца автора, которое до основания потрясено горьким опытом, противоречащим всем предполагаемым ожиданиям. Сердце псалмопевства взволновано. Она словно теряет контроль над своими эмоциями. В минуту острых переживаний он в молитве прибегает к Богу. Фраза Псалма «чтобы не отрожествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами, ненавидящие меня безвидно» по духу соответствует словам Спасителя. «Возненавидели меня напрасно» из Евангелия от Иоанна. Общий тон этих выражений один и тот же. «Незаслуженное страдание невинного человека от рук злых и неблагодарных людей». По мнению многих комментаторов, содержание Псалма перекликается с историей бегства Давида от преследующего его царя Саула. Первая книга Царств, 24 глава. Слова беседы Давида с Саулом в одной из пещер в районе Эйнгеди буквально перекликаются с первыми стихами Псалма. Детальное описание погони, метафора божественного суда схожи и с другими Псалмами Давида. Чувство обиды, что противники воздают злом за добро, а также пожелания им недоброй участи перекликаются с очень сильными эмоциональными речами прока Иеремии. Расположение 34-го Псалма в книге Псалмов, видимо, связано с тем, что в нем повторяются те же контрасты и некоторые выражения, что и в предыдущем 33-м Псалме. Особенно это можно сказать о выражении «ангел-господень», которое в единственном числе содержится только в 33-м и 34-м Псалмах во всей Псалтыри. Теперь мы перейдем к детальному рассмотрению стихов Псалма. Первая часть, первой-десятой стихи. Псалом открывается словами, напоминающими войну. «Воюй, Господи, против тех, кто воюет против меня». В первых-третьих стихах употребляется воинская терминология. Слова «щит», «латы», «меч» по русскому переводу соответствуют, если присмотреться к букве оригинального текста, маленькому щиту, предназначенному для прикрывания груди и головы от удара противника, большому щиту, который защищает все тело, а также копью, или, собственно, имеется в виду наконечник копья, по словам «меч». Псалмопевец желает видеть Бога не только защитником, но даже в какой-то мере и агрессивным нападающим. «Обнажи меч и прегради путь преследующих меня». Как себе мог представлять автор Псалма «Божье вмешательство»? Знак вопроса. Возможно, он надеялся, что Бог пошлет своего ангела, который в свое время посылался на помощь в битве Иисусу на вину. Вождь воинства небесного пристал перед Иисусом на вину, как человек, в руке которого также буквально был обнаженный меч. Стихи 4-6 говорят о стыде, который постигает злоумышленников. Они обратятся назад и побегут от преследующего их ангела. В предыдущем Псалме напротив говорилось о сияющих лицах к тех, кто поворачивается навстречу Господу. Ангел Господень охранял их, оболчался вокруг них, то есть как бы становился кругом, стеной вокруг праведников. Стыд, смущение, посрамление – это голос совести и признак божественного суда. В то же время упоминание ангела Господня – это признак Божьего присутствия и покровительства верных. В данном Псалме ангел Господень, он предстает как карающий судья, как вестник Божий, который напротив вынимает меч для тех, кого нужно покарать. Путь беззаконных темен и скользок при одной мысли о преследователе, стоящем за спиной. Здесь есть перекличка с книгой «Притч». Слова «без вины» беспричинно Повторяется несколько раз в стихах 7 и 19. Они выражают ту боль Давида, которая происходит от недоумения. Почему они допрашивают меня о том, чего я не знаю, и воздают мне злом за добро? Ссылка на необоснованный заговор соответствует покушениям Саула на жизнь Давида без всякой на то причины. В отличие от своих преследователей, Давид не желает им смерти, а позора. Автор псалма очень чувствителен к несправедливости. Он пока еще далек от той мысли апостола Павла, что угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Псалмопевец желает, чтобы умышляющее зло сами попались в свои сети. Такая ветхозаветная справедливость далека от слов Евангелия «Любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас». Моя душа и мои кости — это два выразительных способа сказать нечто о своих чувствах и о своей личности. Я, меня. В минуту скорби автор псалма надеется на величественного и спасающего от смерти Бога. Десятый стих. Упование на Бога во время отчаяния, когда теряется надежда остаться в живых, была характерна и для апостола Павла. Павел пишет, что в оси мы сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Словословие «Душа моя будет радоваться о Господе», будет выселиться о спасении от Него — прикликаются со 102-м псалмом. Восклицание из 10 стиха «Господи, кто подобен Тебе», является отголоском песни Моисея «Кто, как Ты, Господи, между богами, то, как Ты, величественен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес». Указание на то, что Господь избавляет слабого от сильного, бедного и нищего от грабителей Его, напоминает песнь Анны, матери пророка Самуила, а также песнь Богородицы «Величит душа моя Господа». Там тоже есть рефрен на слова в отношении того, что Господь возвысил кротких и смиренных, а богатых отпустил ни с чем. Вторая часть псалма, стихи 11-18. Есть псалмы, которые описывают предательство близких друзей даже детальнее, чем 34-й псалом. Однако и там, и здесь выражены одни и те же чувства досады от неблагодарности и предательства тех людей, доверие которым ранее было равно, доверию брату или сестре. «Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой». 14-й стих. Слова Давида «Я во время болезни их одевался во вретище» перекликаются со словами с этикой апостола Павла. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Загадочные слова «Молитва моя возвращалась в недра мое», скорее всего, означает, что молитва вернется к просителю без ответа, то есть не будет услышана. Как в свое время приветствие мира возвращалось к апостолам, если какой-то дом не принимал их благовествование. «Мир ваш вернется к вам», говорил Иисус. Слово «притыкался» может указывать на склонность к ошибкам псалмопевца. Зложелатели Давида словно высматривают его промахи и делают их известными, позорят публично его имя. Подобную ситуацию описывает пророк Иеремия. «Все жившие со мной в мире сторожат за мною. Не споткнулся ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его, отомстим ему». Слово «ругатели» по синодальному тексту является, наверное, не очень точным отголоском понятия «бичующие». Чаще всего это понятие по Библии означает «коллег», «инвалидов», «лиц с травмированными конечностями». Вполне возможно, что ссылка на коллег является аллюзией на войну Давида против Иевусеев. Жители Иерусалима до его завоевания надсмехались над Давидом такими словами «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Буквально коллеги. Однако в тот день, когда Давид взял крепость Сион, он приказал «Всякий, убивая Иерусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих души Давида». В греческом переводе Псалтири вместо понятия «коллега» употребляется слово, обозначающее орудие пытки. В греческом переводе книги Исаии этот «бич» для нанесения ударов становится характеристикой мучителей. «Я предал хребет мой бьющим» вот это слово, «и ланиты моя поражающим». И вот слово «поражающим» в русском переводе как раз соответствует слову «ругатели» из данного Псалма. Итак, они «поражающие». В Новом Завете этот термин становится характеристикой больных, у которых тело было поражено язвами или кровотечением. Таким образом, ругатели по 34 Псалму это с одной стороны бичеватели, выраженные люди, которые наносят раны своими бичами, а с другой стороны толпа хулиганов, которая сама нуждается в лечении. Сейчас они скрижещут зубами на Давида, а впоследствии такая же неугомонная толпа будет скрижетать зубами и забросает камнями архидиакона Стефана. Теряя самоконтроль, такие люди становятся звероподобными, как кровожадные львы. Стихи 19-28. Ненависть без причины, как ни парадоксально, является реакцией зла на добро. Носители такого зла – это нередкий случай, а по 68-му псалму довольно распространенное явление. «Недовидящих меня без вины больше, нежели, цитирую, волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать». Однако самым неожиданным для читателей Библии является не факт возникновения ненависти в ответ на добро, но то, что это как бы входит в замысел от Бога. Иисуса Христа возненавидели напрасно, однако при этом Он утверждает, что так должно было случиться. Досбудется слово, написанное в законе их. для Него это повод для разговора о том, что образ мышления христиан не должен находиться в земной плоскости. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир возлюбил бы свое. Но как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Господь видит все по 22 стиху и скорби, и вопли, и стинания. Поэтому псалмопевец дерзает взывать к его суду. Стихи 24-23 используют как юридические термины, так и термины военной защиты. Автор псалма просит Бога предать врагов общественному позору. Он хочет, чтобы верные сторонники его публично услышали о его невиновности, а затем разделили с ним радость. Враги Давида стремятся возвыситься над ним, но вместо того, чтобы возвысить себя, Давид молится о возвышении самого Господа. Это говорит о том, что личный позор для псалмопевца ничего не значит по сравнению с общечеловеческой ценностью дружбы. Которую злые люди хотят обесценить. Начало, середина и конец псалма сходятся в прославлении Господа. Псалмопевец повторяет свой обет всегда прославлять Господа за свое спасение и ежедневно славословить его благое правосудие. Этот обет Давид действительно исполнял, постоянно составляя песни во славу Господа. Организовывал профессиональный хор из певцов, которых бы славословили, благодарили и превозносили Господа во время богослужения ежедневно. По завершению изъяснения данного псалма, блаженный Феодорит Кирский предлагает обширное увещание, не извлекать для себя повода к проклятию врагов. Блаженный Давид, не проклиная говорил этот псалом, но пророчески предрекал, что так несомненно будет. Дважды Давид мог убить Саула, но не сделал этого. Когда Саул умер на поле битвы, Давид оплакивал его. В 7-м псалме он так говорил о себе, «Если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повернет в прах». Следовательно, никакого повода для благочестивого заклятия врагов данный псалом не подает. Видно, блаженный Феодорит пишет о какой-то актуальной проблеме его времени начала 5-го века. «Какими бы ни были гонители, руководящим правилом для христиан остаются слова апостола Павла «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». В отношении того, что в православной традиции преследование Давида издревле виделось предизображением тех преследований, которыми подвергался Иисус Христос. Слова «Ненавидящий меня напрасно» цитировал Иисус в прощальной беседе с учениками, чтобы указать на беспричинную ненависть к Нему иудеев. И грядущую позорную казнь. Поскольку Христа распяли по апостолу Марку около третьего часа, поэтому вместе с другими мессианскими псалмами данный гимн читается за третьим часом в Великую Пятницу на Страстной Седмице. Первые два стиха псалма также служат прокимном перед второй перемией на вечерне этого же дня Великой Пятницы. Пятница. 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 Пятница.